всем доброго времени суток дорогие друзья я рада вас приветствовать на своем канале меня зовут нина тарасова и сегодня по по следам вчерашнего эфира я решила снять видео по своим по своим по своей пряже по носочной пряжи вот покажу вам те ниточки которые у меня остались прошлого раза когда у меня был носочный бум я вязала только носочки и покажу где нас у пряжи ту которую выписала вот уже на этот раз и покажу готовые носочки которые у меня вот сейчас свяжутся но могу показать еще те которые у меня остались с прошлого раза которые не 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 подарились никому потому что продавать я не продавала а подарить вроде всем всем кому могла раздарила но вот еще одни носочки остались так ну что давайте приступим да значит пряжа называется ализе супер вош вот такая вот ниточка ализе супер вош комфорт сокс насочная пряжа состав этой ниточки 75 процентов шерсть и 25 процентов полиамид ниточка тоненькая в 100 граммах здесь 420 метров и я когда начинала вязать с этой пряжи я конечно очень ну переживала потому что я не привыкла с такой нитки вязать носки мы обычно вяжем толстые носки чтобы прям теплые теплые были вот но по отзывам по отзывам о вот такой пряжи но это самое наверное бюджетная пряжа получается есть много различные еще какие-то разные пряжи есть тоже насочная вот она намного дороже ну по крайней мере по моему бюджету вот вот эта ниточка она ну как вот такой моточек стоит 200 рублей грубо грубо говоря на валдберес и то если берешь его в упаковке то есть по пять штук например да если один моток то он стоит 300 400 рублей моток один ну там цены варьируются поэтому разные цены вот но когда я в прошлым раз прошлый раз начинала вязать на две носочки мне очень понравилось это получилось знаете как отдушина такая когда хочется что-то вязать не знаю что вязать и хочется просто сесть и отдохнуть связанием с этим не придумывать чего-то можно не считать никакие петельки просто сидишь вяжешь отдыхаешь или смотришь телевизор или видео смотришь какие-то на ю тубе то есть просто отдыхаешь вчера вот смотрела одну девочку блогера она сравнила тоже у нее спрашивают тебя куда столько носков ты вяжешь она говорит вот это хобби такое как рыбак например идет на рыбалку да у него же тоже спрашивают куда тебе столько рыбы а главное процесс главный процесс вот у меня тоже главный процесс продавать я не продаю носки потому что у нас по такой цене никто не возьмет носочки даже вчера на эфире мы разговаривали что девчонки продают там за 500 рублей носки но продают главное что есть продажи люди берут за 500 рублей но я не думаю что у нас будут брать за 500 рублей вот но тем не менее к новому году подарки носочки это очень очень хорошее нужное дело тем более если приносит удовольствие тебе и сидишь вяжешь отдыхаешь душой и телом и потом еще готовые подарки к новому году есть и так по отзывам еще хочу вернуться по отзывам то есть по отзывам я сколько смотрела читала наблюдала слушала все нахваливают эту ниточку во первых стирать можно в машинке они не садятся эти носочки они после стирки они распушиваются такие хорошенькие они так-то пряжа мягкая видно что мягкая на хорошая ниточка но и еще после стирки они еще распушиваются они не садятся не вытягиваются принципе то есть но хорошая ниточка хорошие носочки остаются и вяжутся носятся долго то есть такие изноха износоустойчивые они но я по крайней мере вот я каждый день конечно не ношу носки такие но зимой да зимой мы каждый день носим носочки дома я постоянно в таких носочках и нигде ничего не рвется по крайней мере пока как дальше будет я не знаю потом наверное через несколько лет я вам расскажу как у меня как у меня носились первые первые носочки вязаные ну давайте вернемся непосредственно клубочкам к моим и я вам покажу расскажу номера хотя бы может быть кому то будет тоже интересно и может быть кто-то тоже заинтересуется такой ниточкой и начнет вязать носочки еще хочу сказать что очень-очень большое количество рукодельниц вяжут носочки прям вот кто-то вообще только одни носки вяжет кто-то из этой ниточки вяжут варежки перчатки кто-то даже одежду плечевую носят вяжут кто-то там ну варежки я сказала перчатки слитки что еще там шапочки то есть хоть что можно с этой ниточки вязать вот и очень хороший я вяжу двоечкой вот и все получается хорошо но потом по носочкам прям отдельно я уже вам расскажу когда буду сами носочки показывать а давайте пока сейчас вернемся клубочка значит вот такой цвет я не знаю найду ли я не найду себя в галерее фотографии носков наверное я не буду уже это делать чисто вот здесь вот на этикетках есть вот такой рисунок да вот такой но на всех этикет на всех клубочках одинаковый рисунок я имею ввиду что в одной и той же расцветке но принцип вот примерно такой идет полосочки и встречается такая ниточка пестренькая и вот они так вот идут вот не подбирать ничего не надо как вижу я два носка одинаковые я потом тоже вам потом расскажу вот ну и все давайте опять вернемся все-таки клубочку значит номер вот этот цвет color 7655 и состав я вам уже сказала я буду повторять нас состав этот не буду он на всех этих ниточка который я буду показывать состав 1 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид и в 100 граммах 420 метров вот вот такой вот цвет очень красивый мне они мне все расцветки нравятся поэтому какие-то я еще даже и не знаю будем будем потом смотреть так значит что еще вот такой цвет значит это color это color 2698 вот ну это еще раз говорю здесь нарисована вот носочки те же самые нарисованы но и здесь вот здесь я мне показала что здесь вот шапочка и не знаю перчатки или варежки что-то такое то есть тоже очень красиво смотрится можно и шапочки вязать и варежки вязать и кто на что гораст так этот номер я вам сказала потом вот такой цвет очень красивый тоже зеленый значит color color 2696 вот такой вот красивенький цвет так это то что у меня осталось с прошлого раза с прошлого раза вот это и три моточка которые целые у меня у меня у меня там но такие же есть еще повторы я уж их не стала доставать а значит что еще с этой же серии ну или как сказать маленькая серия другая но тоже ализе супер вошь артисан называется вот туда же написано машинная стирка вот нарисованы картиночки тут и шарфики шапочка и носочки и вот кофточка тут какая-то вот здесь тоже вот митинги носочки носочки то есть все все красиво состав тот же самый все цвет у нее 9011 носочки здесь получаются пеострые вот такие вот полосатые видите то есть здесь если получается вот такой вот рассвет ну не расцветка а рисунок такой да то у этих ниточек вот просто такие полосочки получать получаются просто полосочками но тоже очень красиво мне нравится очень красивый мне прям я люблю так и что колор ямска не сказала 90 11 вот 90 11 затем такой же еще моточек у меня цвет другой тоже вот эта рассветка очень красиво и мне тоже нравится как осенняя такая знаете тоже здесь и листики такие уже не зеленые а уже пожелтевшие коричневый цвет ну то есть такой тоже красивый цвет картинка здесь тоже одинаковая но color 90 06 вот такой вот цвет то есть это у меня тоже моточки целые которые есть уже начавшиеся которые там остаточки есть но я достала только целые моточки еще у меня есть вот эти уже здесь они у меня уже начаты но я вам решила все-таки достать показать для того чтобы вязать например как-то миксовать допустим резиночку там пяточку мысочек каким-то одним цветом например и потом все остальное вот если взять вот эту ниточку например с розовым можно сделать да смиксовать красиво будет или вот вот эти вот смиксовать тоже будет красиво вот синий цвет но здесь у меня ну да есть color 798 вот 798 здесь у меня нет color а цвета не скажу вот такой вот цвет тоже 507 тоже видите можно хоть к чему смиксовать и вот этот цвет 666 вот у меня вот четыре моточка было именно однотонного цвета состав все то же самое только цвет однотонный уже без полосочек конечно можно и связать вообще однотонные носочки ну я решила буду вязать раз у меня есть такие полосатенькие я конечно буду полосатой вязать а это буду уже там где-то резиночку где-то что-то добавлять так я сейчас уберу в эту сторону чтобы они мне не не мешали и продолжим еще прошлый раз я тоже выписывала вот такую ниточку здесь немножко состав тот же самый принципе 775 шерсть 25 пили полиамид но эта ниточка потолще здесь в 100 граммах 200 метров если там 420 метров то здесь 200 метров вот с одного моточка я не думаю что выйдет два нас к если только миксовать я думаю что все равно даже если миксовать то не выйдет два носочка может быть только там как-то все равно какую-то нитку надо добавлять у меня два таких моточка вот два таких моточка и я буду пытаться вязать два носочка, ну и остатки там потом видно будет, что я буду сделать с ними. Вот такой вот у меня... Так, колор я вам сказала или не сказала? Колор здесь, по-моему, здесь его, наверное, и не видать. Ага, вот здесь вот он заклеен. И сейчас, если я попробую отклеить, если получится у меня отклеить. Ну, вот это я с прошлого раза, это прошлый раз я покупала эту ниточку. В этом году я такую ниточку не брала. Так, по-моему, не видно здесь заклеено, поэтому я, наверное, не смогу вам сказать номер цвета. Так, 11.0.17, по-моему. Да, по-моему, 11.0.17. Вот я расковыряла кое-как. 11.0.17 цвет такой вот. Вот, ну, еще раз говорю, что не знаю, как здесь будут ложиться полосочки. Как это будет, все я не вязала с этой ниточки. Вот, ну, это я говорю, что она, уже носочки будут толстенькие. Так, ну, и давайте вернемся к ниточкам тем, которые я заказала в этом году уже. значит, вот так, вот это, вот это, вот это, вот шли, вот эти вот три моточка, они шли один набор. То есть вот такой вот набор. У меня таких не было ниточек, видите, тут еще подарочки положили. Вот, маркеры положили здесь, по одному маркеру на каждый моточек. Значит, давайте посмотрим. Их можно выписать, наверное, можно упаковками выписать, я не знаю. Ну, вот такие три моточка. То есть здесь с одной, с одного моточка выходит пара носочек. Пара носочков мужских выходит, женских выходит, там остатки будут еще. Можно будет потом с какой-то ниточкой смиксовать, с остатков можно связать. Так что одного моточка хватит на носочки. Если детские вязать, то здесь, ну, несколько пар, наверное, выйдет. Ну, смотря какие детские, смотря какой размер. Так, давайте посмотрим. Значит, колор я вам сейчас скажу, вот этих ниточек. Ну, вот из них я еще не вязала носочки, поэтому не знаю, какие они получатся. Потом буду в процессе свяжу и покажу вам, конечно же. Так, где тут колор-то? Так, интересно. Интересно, что я не вижу здесь цвет. Представляете? Обычно вот здесь вот пишут цвет. Вот если есть, взять вот такие ниточки, да. Так, нет, вот наклейка. Здесь наклейки нету. Вот видите, вот здесь, если наклеечка идет с колором, да, то здесь наклейки нет. Поэтому это только надо будет смотреть в интернете. Я посмотрю и здесь вот вам подпишу. Подпишу какой это цвет. То есть вот эти все цвета я подпишу. То есть вот этот цвет. Вот здесь вот на экране будет написано, какой цвет. Потом вот этот цвет на экране будет написано тоже, смотрите. И вот этот цвет. Номер цвета на экране. Вот такие вот тоже симпатичные носочки будут, я думаю, что свяжем их. Так, что еще? Значит, вот такой моточек. Это колор 7839. 7839. Вот такой тоже красивый, интересный цвет. Смиксовать тоже можно будет вот с этой розовой ниточкой. Видите, здесь розовая ниточка есть. И здесь есть розовая. Тоже красивое должно быть. Или вот такой цвет. Здесь тоже подходит, по-моему, да, видите? Тоже красиво будет. Вот. Такие моточки, значит, идет упаковка 5 штук. Мы напополам с Люсей решили. Поэтому вот с одного моточка одна пара носков. Так, цвет я вам сказала, да? 7839. Это вот в этом году я уже выписала вот на днях. Пришло мне прям буквально вчера забрала на Алиэкспресс. Так, что еще, что еще? Так, что еще? Вот эти ниточки тоже. Тоже я в этот раз выписала. Цвет 2701. Такие у меня уже есть носочки. Сейчас покажу я вам эти носочки. Такой вот цвет, да? И вот такой цвет. Очень красивый. Самый красивый цвет из всех присутствующих. Очень мне понравился колор. 44-47. Вот прям осенний цвет. Прям осенние носочки. Тоже покажу. Я связала уже один носочек. У меня второй вяжется. Так, сейчас я достану носочки и покажу. Итак, вот эти носочки у меня с прошлого раза лежат. Одни, которые остались никому не подарены. Вот такие вот красивые. Здесь пяточка у меня стронг. Пятка стронг. Тоже училась эти пяточки вязать. Ну, когда смысл поймешь, когда уже принцип понятно, то уже и не сложно. Первый раз вязала, вроде казалось сложновато. Вот пяточка стронг. Вот такие тоже ниточки, видите? Закрытие здесь у меня звездочкой называется закрытие. То есть идет вот такими вот, как бы клинышками такими, да, закрывается. То есть равномерно закрытие идет. Вот. Мне очень понравилось такое закрытие. Я сейчас все почти носки закрываю именно так. Вот. Ну и все резиночка. То есть, видите, тоже идет такую вот ниточку я взяла. И, по-моему, вот этот цвет я не скажу, color какой, потому что у меня здесь уже нету. Это остаточки. И вот смиксовала. Очень красиво получилось. Так, и вот эти вот носочки, это уже в этом году я связала. Это вот этот вот color, который я вам говорила уже, цвет 2701. Ну, здесь мне не понравилось, что я взяла резинку. И 4х4 у меня вот здесь вот идет. И она как-то... Ну, на ноге оно смотрится красиво. На ноге все хорошо. Пятка здесь вязала тоже по мастер-классу Ольги Куруновой. Ну, в принципе, вязание такое же примерно, как стронг. Вот. Закрытие тоже здесь у меня звездочка. Ну и все. Резиночку набирала 2х2. Сначала 2х2, потом 4х4 перешла. И вот связала такие вот носочки у меня получились. Вот. Красивые носочки. Хорошенькие. Вот. И свяжу сейчас носок. Вчера вот довязала. Второй начала вязать. Сейчас покажу. Вот. Вот такой вот носочек красивый. Сейчас я его сниму, наверное. Вот. Здесь идет без клина подъема. Вот видите? Без клина подъема. Но я связала это внучке старшенькой. У нее нога длинная. Ноги... Они такие большие ноги у них. У детей. Вот. И я не стала этот клин какой-то вывязывать. Потому что ножки сами по себе они худенькие, тоненькие. Вот. А худенькие, тоненькие и длинные. Пятка, значит, здесь у меня бумеранг. Тоже очень легко эту пяточку было вязать. До этого я как-то вязала бумерангом. Там какие-то сложности были, показывали девочки в мастер-классах. Здесь вот легкая пяточка. Мне очень понравилась она. Резинка 2х2. Он у меня еще без ВТО. Поэтому сейчас второй, когда свяжу, потом уже буду, постираю и высушу их. И сделала здесь закрытие именно вот ленточное. Вот такое закрытие. Сначала половинку я связала через один ряд делала убавки. Потом делала в каждом ряду убавки. И здесь я закрыла иголочкой. То есть трикотажным швом закрыла вот здесь вот. И все очень красиво получилось. Но я еще раз говорю, после ВТО они здесь разгладятся, петельки, и все будет очень красиво. Пока все такое маленько топорщится. Вот такой вот красивый носочек у меня получился. И вяжу второй носочек. Второй носочек вяжу. Как получаются одинаковые носочки. То есть когда я начала вязать, вот когда начинаешь вязать, на какой моток, например, взять. Допустим, да. Сейчас я вот вытяну ниточку. Вот, например, идет ниточка, да. Идет начало. Вот здесь у меня начинается другой расцветка. Другая идет, да. То есть здесь вот однотонный цвет. Вот здесь другой цвет. Но если здесь смотрите, что ниточка длинная остается, начало, да, можете прям замерить, сколько сантиметров она вот, эта ниточка, да, чтобы когда начинаете второй носок вязать уже, да, вот отсюда, например, будем набирать. Вот отсюда. Вот берете, прям вот так вот на серединку кладете и начинаете набирать. Но это я так делаю. Кто-то, может, по-другому что-то делает. Кто-то, может быть, просто вот, допустим, сколько вот надо здесь отмерили. Например, здесь сколько сантиметров, допустим, 50 сантиметров, да. И отсюда начали набирать. То есть второй носок тоже самое, также делаете, замеряете и тоже так же все начинаете вязать. Я делаю так вот, то есть вот эта нитка у меня идет с левой стороны у меня от набора, а эту ниточку вот так вот я делаю, кладу на серединку и начинаю набирать петельки. Вот, все, начинаю набирать, набирать, набирать. И второй, когда носок вяжу, я то же самое, нахожу вот этот же участок ниточки, вот этот же участок ниточки, и то же самое также все делаю. Приходится иногда отматывать, то есть, ну, как там, все равно придется отматывать. Прямо чтобы угадать сантиметр в сантиметр, конечно, это очень трудно. Кто-то вяжет сразу два носка на одной спице. Ну, я вяжу не на четырех спицах, а вот и вяжу на тросике. Вот, я попробовала вязать два носочка, два носочка попробовала вязать на одной спице набирать. Мне не понравилось, что вот этот вот тросик, он вот так вот закручивается, видите, вот. И если взять какие-то, у меня обычные спицы, у меня они дорогие, обычные, простые. Если какие-то брать, наверное, фирменные, какие-то там такие дорогие спицы, у которых тросик не закручивается, мягкий, хороший, то там, наверное, легче будет вязать. То есть, сразу набирают носочки на спицы сразу два от двух ниточек, то есть два или два клубочка. Ну, по крайней мере, вот если взять такой один моток, то есть, снутри вытащить и снаружи ниточку, то они рисунок другой, разный получится. Поэтому надо будет два моточка брать. Мне это не понравилось, и я мучилась-мучилась, когда набирала вот эти петельки. Думаю, я уже бы сколько связала, пока я сидела, мучилась. Поэтому я распустила и стала вязать по отдельности. Вот один носочек связала, и второй сейчас вяжу. Ну, вот смотрите, вот у меня начало носочка. Вот этот носок и вот этот носок вяжется. Все абсолютно одинаково, так он у меня одинаково свяжется. Пятку начинаю вязать тоже. Когда, например, вот смотрю, ниточка у меня заканчивается, вот эта, да, допустим, и потом начинается другая ниточка. Я уже определяю, ах, а, думаю, ну, все, сейчас я буду пяточку вязать. Ну, здесь тоже, смотря какой вы хотите длины вот этот паголинок вязать, каким размером вы хотите, короткую или длинный носочек будете вязать. Вот, и все. Здесь я уже другую ниточку вот эту взяла, которую решила однотонную цвет. Все. Здесь тоже, когда закрытие начинается, тоже я уже определяю, смотрю, что вот эта ниточка у меня заканчивается. Там будет другая ниточка, если посмотреть по рисунку. То есть вот, видите, вот они вот, желтый вот этот вот. Потом немножко вот этого вот бортового цвета, и потом какая-то желтенькая. Вот это вот желтенькое у меня, кстати, оно здесь в самом начале. Поэтому вот у меня очень хорошо получилось, что я там буквально у меня несколько сантиметров я отмотала, чтобы начать второй носочек вязать. Вот. Ну, и, в общем-то, наверное, все. Не знаю, какие-то будут у вас вопросы или нет. Задавайте, если что-то. Если мне, если я, ну, смогу, то отвечу. Если не смогу, то сниму потом видео, что-то вам расскажу, объясню. Ну, если не смогу просто так в текстовом описании какое-то сказать. Вот все. Так что такие вот у меня вязальные новости. Очень люблю вязать носочки. Прям полюбила я. Вот не знаю. Вот тут вчера тоже на эфире мы разговаривали про варежки. Тоже если начать вязать варежки, то, наверное, я боюсь, что заброшу носки. Потому что варежки тоже, в принципе, вяжутся легко, просто. Тоже сидишь, отдыхаешь. И не надо задумываться ни о чем. Сидишь, вяжешь и вяжешь. Особенно если без рисунка, без какого-то. Вот. Поэтому, если вам близка такая тема носочная, то вяжите. Подарки очень хорошие. Можно коротенькие связать носочкой. Можно следики связать. Можно митинги связать или варежки связать. То есть, здесь уже на ваш выбор. Что вы хотите, то и вяжите. Ниточка очень удобная, очень мягонькая. Очень такая приятная. Прям вот тактильно вязать одно удовольствие. Вот. Вяжу двоечка. Еще раз говорю, что вот эта вот спица у меня двойка. И очень легко и просто вязать именно на тросике. Сейчас даже я не могу представить, если бы я сейчас взяла 4 спицы, набрала. И как я бы вязала. Это не нравится. Не хочу даже. Вот даже не хочу и не хочу. Хотя всю жизнь вязала на 4 спицах. Пятая рабочая. Все. На этом, наверное, я буду закругляться. Спасибо, что посмотрели. Если вам такая тема интересная была, пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте пальчики вверх. Кто-то, если не подписан, подписывайтесь на меня. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была я, Нина Тарасова. До новых встреч с вами в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok